АВИА КАТАСТРОФЫ 17 ноября 2013 года при заходе на посадку в аэропорту Казани потерпел крушение Boeing 737 авиакомпании «Татарстан». Все находившиеся на борту 50 человек погибли. Реконструкция событий Вечернее небо Казани. Рейс номер 363 из Домодедова прибывает в 7 часов вечера по местному времени, и на улице уже темно. Высота 5 километров, и всего через 15 минут они должны коснуться земли. Условия захода несложные. Нижний край облачности 250 метров. На этой высоте за минуту до посадки самолет вывалится из облаков, и экипаж увидит землю. Этого вполне достаточно, чтобы безопасно приземлиться. В кабине два 47-летних летчика. Капитан Рустем Салихов и второй пилот Виктор Гуцу. Немного поддувает ветер слева, но это не должно помешать посадке. Вот что действительно мешает, так это то, что спутниковая навигационная система неправильно показывает положение самолета. Перед взлетом экипаж ее не настроил, и теперь ошибка в определении положения составляет 4 километра. И это послужило началом сумятицы. Самолет летит левее установленной трассы на 4 километра, то есть на 2,5 мили. Более того, они доворачивают еще левее. Диспетчер в который раз предупреждает экипаж об отклонении, но пилоты продолжают лететь по неправильно настроенному навигатору. По их мнению, это диспетчер не прав. Он не дает им срезать угол и совершить красивый заход на посадку. Чисто хреново, блин. Когда они такими честными стали, блин, а? На третьем 500, скажи. Татарстан-363, на третьем 500. Татарстан-363, выполняйте спаренный третий и четвертый. Выполняем спаренный третий и четвертый, Татарстан-363. Он нам зарубил такую схему, такой расчет. Ну не говори, блин. Я уж думал. Существенное отклонение от схемы захода, повышенная скорость и сильный попутный ветер приводят к тому, что самолет поворачивает на посадочную прямую со значительным отклонением от нужной траектории. Пилоты активируют посадочный автопилот, но тот не включается. Самолет летит со значительным отклонением от схемы, и автопилот попросту не может начать свою работу. Летчики начинают проявлять беспокойство. До экипажа постепенно доходит, что они летят за пределами установленной схемы захода. Самолет находится значительно правее и выше посадочной прямой. Кроме этого, полет проходит в облаках. Летчики не видят землю и не могут сориентироваться. Состояние самоуспокоенности и уверенности мгновенно сменяется на напряженное. Пилоты не успевают за развитием ситуации и под большим углом направляют самолет к посадочной прямой. Но даже при таких больших углах подхода они не успевают. Вопреки всем инструкциям, вместо того, чтобы уйти на второй круг, экипаж стремится посадить самолет во что бы то ни стало. Выпускаются шасси и закрытки. Но посадочный автопилот по-прежнему не может начать свою работу. Слишком далеко. Командир Рустем Салихов продолжает вести самолет на посадку. Сесть во что бы то ни стало. Даже если придется уходить на второй круг, сделать это будет несложно. По мнению Рустема, надо просто нажать кнопку тога. Но он не знает, как она работает. Рустем думает, что нажав на нее, самолет сам уйдет на второй круг. Но это не так. До полосы 4 километра. И высота должна быть 300 метров. Но она чуть ли не в два раза выше. 500. До посадки минута. И они явно не успевают снизиться. Командир понимает, что находится в непосадочном положении. И тем не менее приказывает доложить диспетчеру о готовности. Шасси выпущены зеленые. Это есть. Что-то у нас непосадочного положения нигде нету. Ни того, ни сего. 4 километра осталось. Но сейчас выскочит на тога нажмем. Ничего страшного. Ага, да. Он влево еще просит. Поэтому я смотрю. Она даже не отходит, блин. Татарстан-363. Готовность. Скажи, что готовы. Татарстан-363. В Глиссаде шасси выпущены. К посадке готовы. Татарстан-363. Ветер 220 градусов. 9 метров. Порывы 12. Посадку разрешаю. Посадку разрешили. Это Татарстан-363. Диспетчер, наблюдая явно непосадочное положение самолета, посадку разрешает. Но самолет все еще далеко от посадочной прямой. Автоматика по-прежнему не может начать свою работу. Но Рустам Салихов очень хочет сесть с первого захода. И надеется успеть войти в Глиссаду. Сам факт ухода на второй круг на родном аэродроме в относительно простых метеоусловиях мог стать поводом для разбора в авиакомпании. Кроме того, экипаж знал о нахождении на борту ВИП-пассажиров – главы ФСБ Татарстана и сына президента республики. И это могло стать дополнительной психологической нагрузкой при принятии решения. Командир снижается, чтобы поскорей вынырнуть из облаков и, наконец, увидеть, где они. Что-то непонятно, я не вижу. Сейчас в 270 спустимся. Есть? Видно что-нибудь? Нет? Пока не вижу. Такое ощущение, что мы... Чуть что уйдем сейчас. Да, не туда идем. Несмотря на разговоры о готовности уйти на второй круг, на самом деле это больше звучит как самоуспокоение, чем реальная готовность. Психологически командир не готов к уходу. Задача найти полосу и сесть доминирует в его мозгу. Самолет по-прежнему идет значительно выше, да еще и круто поворачивает влево в стремлении догнать колесаду. Заход явно не стабилизирован, и по всем правилам пора уходить на второй круг. Два километра до аэродрома. И они, наконец, выводят самолет прямо напротив полосы. Но высота велика. По-прежнему не видно огней аэродрома. Экипаж в облаках продолжает искать землю. Наконец второй пилот восклицает. А, все, вот полоса под нами. Нет, нет, высоко идем. Четыре белых, высоко идем. А, где видишь? Я не вижу. Где она? Вот она, полоса здесь. Нет, гоу-раунд, уходим. Гоу-раунд, скажи гоу-раунд. Уходим на второй круг. Непосадочное положение. Татарстан, 363. Уходим на второй круг. Непосадочное положение. Экипаж принимает правильное, хоть и запоздалое решение. Командир нажимает кнопку тога и ждет, что самолет сам начнет уходить на второй круг на автопилоте. Но это не заложено в логику его работы. Наоборот, автопилот должен отключиться, что он и делает. Двигатели автоматически выходят на взлетный режим, но рулить-то надо самим. Экипаж не в курсе этого и сидит с руками на коленке. Звучит громкая сигнализация подключения автопилота. Загорается красное табло. Ноль внимания. Самолет, предоставленный сам себе, задирает нос. Командир находится в ступорном состоянии. Второй пилот занят связью с диспетчером, который не сообщает для экипажа ничего нового. Наконец, командир Рустем Салихов видит, что нос уже слишком задрался и отклоняет штурвал от себя. Самолет переходит в горизонтальный полет. Рустему этого кажется мало, и он отклоняет штурвал вперед еще. С 600 метров самолет переходит в стремительное снижение. Звучит сигнализация «Большая скорость снижения, тяни вверх». Рустем слышит это и отклоняет штурвал еще больше от себя. Лайнер почти под прямым углом направляется к земле. Что такое? Рустем? Рустем? Черт! Куда мы? На скорости 450 км в час почти под прямым углом они врезаются в аэродром. Половина времени, что Рустем Салихов отклонял штурвал, второй пилот был занят переговорами с диспетчером. Командир же сосредоточился на собственных ощущениях, которые оказались обманчивыми. Ни один из членов экипажа не имел достаточной тренажерной подготовки по уходу на второй круг. У авиакомпании просто не было на это средств. В редкие часы занятий командир получал замечания, которые повторялись и на следующий раз. Действия по уходу на второй круг так и остались пробелом в его знаниях. А сложная психологическая ситуация захода свела на нет и так небольшие навыки летчиков. Причиной катастрофы был назван человеческий фактор, а также системные ошибки в летном образовании России. Подавляющее большинство пилотов авиакомпаний «Татарстан» не умело правильно вводить координаты в компьютер. Недостаточная подготовка командира и второго пилота не позволили им справиться со стрессовой, но стандартной ситуацией ухода на второй круг. Авиакатастрофы